Итак, народ, всех приветствую на канале Занимательное Музло. Друзья, в общем, выпуск сегодня будет опять необычный, опять бомбежный, наверное. Я даже вот Стаса позвал, потому что у него немножечко другое мнение по этому вопросу. И он будет, наверное, тушить... Я постараюсь. Мои подгорания, да. Вот стакан с чаем, вот если что, оболью. Слушай, ну на самом деле, я не знаю, может быть, это весна так действует, или, может быть, таблеточки пора уже какие-то пить, наверное, старческие. И в твоём-то возрасте вполне себе. Да-да-да-да-да. Какая-то старческая... Давай к сути дела. Да, в общем, недавно наткнулся я на видео, где гитаристу, виртуозу, наверное, гитарному преподавателю, Джейсону Бекеру, который сейчас находится в инвалидном кресле, он не может разговаривать, он, ну, как бы, не может нормально функционировать. Я думаю, я думаю, вы все знаете прекрасно эту историю, что с этим человеком случилось. Если нет, почитайте, пожалуйста, хотя бы статью на Википедии. На Ютубе много видео ему посвящённых, о его истории, кто он такой, с кем он был замешан, что он играл, как он играл, и как вот он пришёл к жизни такой. И Алексей не так давно увидел видео. Некий гитарист из некой группы... Греческой. Греческой, да, что интересно. Будучи в туре в Америке... На разогреве у Драгонфорс. Да. Оказался, собственно, приехал к нему в гости и снял об этом блог. Ну и, собственно, мы вот его сейчас посмотрим, попытаемся какие-то комментарии дать. Поехали. Калифорния. Домик небольшой, кстати, такой. Да, да, да. Просто в чём суть, почему у меня опять сгорела жопа, потому что... Ну ты раньше времени не бомби, мы можем промотать немножко, Да, нет, нет, давай, давай смотреть. Так, с самого начала. Самая обычная Toyota, маленький домик, каркасник. Гитары. Вот, ему, либо у него, у него у самого как бы в доме много гитар, но ему ещё и люди их дарят, приносят. И вот они ещё и расписываются. То есть они оставляют. По себе. Что-то у него. Вот, видите, вот Джейсон Бейкер. Вот как сейчас он выглядит. Тот чувак, который в какафонии играл. С Фридманом. Да, вместе с Марти Фридманом. Такая немаловажная деталь. Люди до сих пор носят маски. Да. 22-й год, кстати, довольно свежее видео. Да, прям недавнешнее совсем. Вот, а он общается, получается, глазами только. Да, он общается глазами. И вот его мать, она, ну, знает этот метод общения. Общение. Общение, да. Да, и вот она здесь будет сейчас, вот он будет глазами водить. Вот, да, и она, и она переводит вот то, что он говорит. Ну, и что он благодарен, что вот его навестили они. Тут он говорит о том, что, ну, вот это стандартное такое, я, типа, твои работы, типа, бесконечно, там, уважаю, типа, твой гитарный труд, там, типа, благодаря тебе, там, я, вот, типа, стал таким, какой я есть, и ты там меня вдохновил, короче, на музыканство, вот на это все, на все дела. Ну, он показывает гитары, да, его гитары, там, скисы, да. Прям студия целая, сидеть, работать. Ну, я так понимаю, видимо, на поток здесь уже поставлено, чтобы люди к нему приходили какие-то, возможно. Вероятно, да, но эти игры, это вот, я не первый раз уже вижу просто, вот, что видосы, что кто-то вот к нему приходит. Ну, я видел, Ван Халлен приходил. Да, да. Еще в 90-е, да. Ну, там он, ну, как бы, Джейсон был пободрее еще, он там такой с длинными волосиками сидел, еще улыбался. Да. Сейчас он уже, видимо, не может это делать даже. Ну, фотка с Фридманом. Вот он как раз получается в этой, в его джекете. Да, в его этой курточке, да. На которой он фотографировался с Фридманом. На обложке альбома Go Off. Да, вот, вот. Вот это, да. Шуточки шутит какие-то, там еще отпускает. Да, да, да. Ну, вот это вот, и вот с этого момента меня прям начало рвать себя. Да, бомбить, рвать, ну, посмотрите, это отвратительно. Вот, как ты сказал, что снимать такие влоги, ну, снимай ради себя, сколько влезет, зачем вот такой вот контент выставлять, я вот этого не понимаю. Ну, блин, все же видят, как это Джейсон Бекер выглядит сейчас. Это, ну, блин, это просто печальное, кошмарное зрелище, ужасное, которое никому не пожелаешь. И вот тоже, я не понимаю вот этих людей, вот они приходят к этому, к чуваку, который привязан к инвалидному креслу, и начинают, и ходят такие, там, не знаю, здоровые, типа там, красивые, какие-то волосатые, типа, играют на гитаре, типа, какие-то пассажики ему показывают. И я не знаю, мне кажется, настолько тяжело должно было Джейсону Бекеру на это все смотреть. Это вот, как я такой хочу пример привести. Тоже, допустим, возьмем культуриста, да, у которого окажется в такой же ситуации. Будет привязан к инвалидному креслу, и всякие культуристы к нему будут таскаться и говорить, чувак, я тебя уважаю, а он уже все сидит, никакую, у него там уже все мышцы, допустим, все уже ушли, и он будет сидеть, вот такой же привязанный кресл, а эти будут ходить к нему, зацени, как я накачался, чувак, вот в твоей программе, зацени мои икроножные мышцы, что штаны снимет, он покажет жопу там, не знаю, всю икроножную, ну это же просто кошмар, ну это стремно вообще полностью, я считаю, ну нельзя такое делать. Я считаю, здесь вот частично стремно, то есть вот дальше он, да, ну тут как бы, вот это максимально стремный момент. Еще тоже такой, типа вот гитары принесли ему, гитары ему дарят, ну даже вот, культуристу-инвалиду гантели принесут, также подарят, положат рядом, скажут, я еще подпишу тебе их, будешь смотреть и радоваться на мои гантели, ну что за бред-то вообще, ну очень стремно выглядит. Ну вот он пошутил, типа, что типа, спасибо за то, что пришел меня подразнить, что-то такое мне показалось. Вот еще момент, короче, он курточку на вечер погонять взял, нашел. Да, да, вот эту курточку, что он ее, типа на концерте в ней отыграет. Ну надеюсь, он ее хотя бы постирает после этого, я не знаю, такие вещи можно стирать или нет, в принципе. Интересный вопрос. Ну короче, как-то вот лично мне на это стремно смотреть, и интересно, что мы посмотрели комментарии, и... в комментариях, ну тут разница менталитета, потому что в комментариях ни одного плохого слова сказано не было, на самом деле. Все очень рады тому, что вот там Бекеру отдают его признание, вот это то, что он не получил, что люди к нему все равно приезжают, там что-то как-то пытаются, то есть для них это, ну это в порядке вещей. Ну то есть с одной стороны я согласен, если вот все это как бы направлено на поддержку человека, тогда да, но вот как в плане блога вот это выкладывать, я не знаю, насколько это правильно вообще. И я там понимаю тот же Ван Халлен, да, как бы... Это была там просто камерная посиделка, они посидели в доме, поугарали, это там... Да-да-да. То видео, оно не факт-то вообще, что дальше там куда-то должно было распространиться, оно в интернет-то попало вот уже. Ну да, то есть тогда-то сейчас. Что кто-то нашел кассету, такой оу-вау, ничего себе, оцифровал и выложил. То есть это как такая редкость такая из прошлого. А здесь вот, ну на самом деле, да, двойственные чувства, казалось бы. Хрен знает. Сам факт просто, как этот видос поставлен местами, есть некоторые вопросы к нему в плане морали. Да, друзья, напишите, пожалуйста, что вы по этому поводу думаете. Посмотрим вообще, как отличается менталитет, не отличается у нас от тех людей, которые в комментарии там писали, что типа, оу, ништяк, круто. Все. Вот такое видео было. Я даже вроде сильно не сгорел, наверное, потому что я уже до этого просто его посмотрел, у меня уже отбомбилось в основном, так и сейчас уже, так сказать, на повторе уже не настолько вот эти вот острые эмоции, острые чувства. Захочешь побомбить, спроси Рачкова, что они на могиле летого делали. Ой. Да ничего они не делали. Не хочу. Спасибо большое, друзья, что посмотрели это видео до конца. Увидимся на стриме в пятницу. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok